Первая остановка и уже ряд замечаний по схеме расположения объектов на заправочной станции. Министерство транспорта совместно с Супердор Алтай регулярно в преддверии туристического сезона проводят проверку дорожной инфраструктуры. В этом рейде внимание уделили более 80 объектам. Как правило, это объекты туристического сервиса, в том числе и заправочные комплексы, это и объекты дорожной инфраструктуры. Мы смотрим из-за состояния дорожной обстановки. И в целом все, что прилегает к территории, это и чистота, и порядок. Внимание к придорожному сервису не случайно, тем более сейчас, когда заграничный отдых почти недоступен. Алтайский край ждет гостей со всей страны. Наша задача все-таки, чтобы турист был в комфорте, чтобы те условия, которые предоставляют им объекты сервиса, были качественные, соответствовали всем нормативам, чтобы он не отравился, чтобы была возможность помыть руки, покушать, отдохнуть и поехать дальше. Как говорят владельцы бизнеса с большой дороги, соответствовать требованиям нелегко, но вполне реально. 80% турпотока путешествуют на автомобилях, поэтому в первую очередь туристы ищут еду и место для сна. И организовано это должно быть качественно. Мы навели чистоту, покрасили, сделали разметку, обновили обязательно, поправили знаки, повешали баннер с торца здания, новый. Мы, подготавливаясь к сезону, сделали ремонт на третьем этаже, полностью отремонтировали хостел. В ближайших планах сделать полный ремонт еще и на втором этаже. Ежегодные проверки, говорит министр транспорта, помогают сервису расти от сезона к сезону. На место морально устаревших заведений приходят новые. И если говорить о том, что те люди, которые хотят этим заниматься, занимаются этим всерьез, и можно посмотреть на столь достойные объекты сервиса, проезжая по территории, наверное, большинства субъектов, тот уровень сервиса, который обеспечивает Чуйский тракт, он соизмерим и даже немного лучше по сравнению с другими федеральными трассами. Несмотря на это, в ходе рейда вынесли несколько десятков рекомендаций. И как показывает практика, большинство из них бизнесмены выполняют почти сразу, ведь от этого зависит и их доход. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.